Докладчик абсолютно готов. Коллеги Андрош Густи, студия Бегемот Бегемот, расскажет нам про то, что иконки нужно делать некрасиво. А как, об этом Андрош сейчас вам и поведает. Прошу вас. Всем привет, как меня слышно? Мне сказали орань. Хорошо слышно? Супер. Меня зовут Андрош Густи, как сказали руководители мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. Сегодня буду говорить о том, как делать иконки некрасиво. Мы все любим, обожаем дриблу, пеханцы и так дальше, и делаем очень часто работу для того, чтобы она красиво смотрелась там. Секундами, это не исключение. Но проблема в том, что когда мы делаем что-либо для себя, для клиента, для дрибла, получается так, что мы не учитываем самого главного. Мы не учитываем пользователя. А пользователя мы должны учитывать, потому что мобильное приложение в первую очередь это бизнес-инструмент. Если мы этого не учитываем, получается мы не играем на него, мы ведем плохой бизнес. Немного совсем скажу про такую вещь, как ASO, App Store Optimization. Кто занимается мобильными приложениями в ходе дизайна, обязательно должен об этом знать. ASO разделяется на две части. Это Quo, это Keywords Optimization, все, что касается ключевых слов, и AO, это Set Optimization, то есть все, что касается оптимизации графических материалов. И это все очень-очень важно для продвижения мобильного приложения. И вы, как дизайнер мобильного приложения, в этом процессе обязательно должны участвовать. Вот, собственно, об этом и буду говорить. Я сначала расскажу о том, как с технической точки зрения считается правильным делать иконки, то есть базовый минимум, так сказать. А потом, как их делать или пытаться делать как можно более эффективным для конечного пользователя. То есть для того, чтобы приложение устанавливалось. И иконка, кстати, вот этому ASO в ее части играет, наверное, одну из самых главных ролей. Наряду с названием, с описанием, с баннерами и отзывами. Так вот, совсем недавно я узнал про ребят, которые делают иконки за 999 рублей. Вообще замечательная история, и у них полно клиентов, это прекрасно. Узнал, как они это делают. В общем, они берут логотип, загоняют форму, и вот получилась иконка. Это самый прикольный способ получить в Reject App Store. Потому что есть ряд критериев, по которым нужно просто фильтровать хорошую иконку, нехорошую, могут вообще не пропустить. Вообще иконка, она входит в топ-3 причин, почему приложение не пропускает App Store, как оказалось. Вот. И тут нужно помнить, что логотип и иконка, они вообще разные цели преследуют. Они могут вообще быть очень плохо взаимосвязанными. Иконка — это все-таки рекламный материал. Как, собственно, название приложения — это рекламный материал. Вам не нужно, не обязательно говорить про бренд названий, вам нужно говорить о том, что делает приложение. Так вот, сначала о том, как считается делать правильным. Есть такой замечательный человек Майк Штерн. Кто слышал? Хорошо. Значит, от него немножко советов. Он делает те советы в 2013 году, где-то в августе. И сейчас это считается абсолютно КО, капитан очевидность. Но, тем не менее, наверное, стоит повторить. Например, уникальная форма. Что бы вы ни делали там, какая-нибудь звездочка, не знаю, лейтка, еще чего-нибудь. Всегда должно быть уникальное. Ограниченная палитра. Имеется в виду, что у вас не должно быть там какого-то фейеркетка. Все должно органично вписываться в ваше приложение, в стилистику и не пестрить разными цветами. Понятно, что там год назад было очень модно от фиолетового до светлого-зеленого. Но сейчас немного все устаканилось. И вот сейчас уже хорошо использовать германичные цвета. Без фото. Очень часто начинающие начинают лепить туда фото, и это очень плохо. Без кейкстан. Тоже очень частая ошибка, когда пытаются запилить… Нет, наверное, название приложения не только в иконку, но и в описание. Корректная передача физики. Это вообще очень важно в мобильных приложениях, не только в иконках. Когда мы что-либо показываем, как оно вроде похоже на реальную жизнь, оно должно также показываться в геометрии иконки. Органичность на устройстве. Ну, как бы это совсем логично. То есть, когда вы что-то дизайните в фотошопе, особенно на иконку, вы ее транслируете сразу на айфон и смотрите, как оно смотрится. И креативное решение. Ну, как бы тут Майку Штерну особо ничего не нужно было говорить, потому что, опять-таки, мы все любим крибл. Так вот, это примеры того, что он приводит к хорошей иконке. Мы здесь что видим? Как раз вот эту вот красивую передачу цветов. То есть они все гармоничные. Если у нас здесь есть физика, она похожа на реальную жизнь. Мы здесь не видим никаких текстов. Да, мы здесь видим несколько логотипов. Но это могут себе посборить только бренды устоявшиеся, которых все уже знают. Либо бренды, которые на это претендуют. Ну, и нужно понимать, что это есть определенные минусы. Так, и еще немножко капитана очевидности. Должна быть удержана геометрия. Просто есть у Apple определенные, точно так же и у Android, определенные гейды, которым нужно соответствовать. Там вот очень такая интересная кривая, которая, например, по бокам иконки идет. Нет запрещенных символов. Ну, естественно, если вы кого-то там оскорбляете, если или там сиськи разместили, это никто не пропустит. И конкурентность тематики. То есть если вы делаете что-то, например, какое-то фотоприложение, и иконку для нее создаете, то тут, естественно, как-то оно должно перекликаться с фотографией или с фотографированием, для того, чтобы пользователь мог как-то ассоциировать. Так, корректные иконки мало. Правильная иконка — это плюс 30% установка. Это на самом деле так. То есть выше цифры я не слышал, но когда мы делаем маркетинг мобильных приложений, нам очень важно, чтобы просмотр конвертировался в установки. И чем лучше иконка, тем выше эта конверсия. Иногда это плюс 30%. Ну, вообще феноменальная цифра. Значит, что нам нужно еще учитывать, кроме вот этого списка очевидностей? То есть мы сделали теоретически правильную иконку. А вот как понять, что она по маркетингу хорошо уложится на то, что мы делаем? Нам нужно учитывать App Store. Как пользователь находит ваше приложение? Он может попадать в этот общий большой фит приложений. И он смотрит, смотрит, смотрит. И что ему подойдет в мой глаз, то и тыкнет. Причем вот этих вот средств может быть огромное количество. Допустим, мы сейчас находимся в App Store по запросу Instagram. И у нас вот такая вот выборка. Мы можем находиться в App Store по запросу фоторедактора, по запросу фото, по запросу лица. И каждый раз у нас среды будут другие. Вот именно здесь очень важно работать с маркетологом, который знает, по каким запросам добегается приложение. И думать наперед, в какой среде вы окажетесь. Среда — это крайне важно. Нельзя делать так, чтобы вы сливались с фоном. Что еще нужно обязательно учитывать? Ну, это вот немножко к советам от Штерна. У вас есть свой афон. Поставьте на афон разные обложки и смотрите, как смотрится ваша иконка. То есть сливается или не сливается. Это такой базовый на самом деле способ. Я немножко дальше скажу о том, почему это важно делать и почему не всегда мы можем это сделать. Вот и учитываем три. Мы учитываем самих себя, то есть конечного пользователя. Почему базимон? Потому что в мобильном мире есть такая вот шутка, устоявшаяся с 2012 года, о том, что мобильный пользователь, он одноглазый, однопалый, невнимательный, пьяный, глухой, слепой. Ну, в общем, представьте себе, когда вы смотрите App Store и как вы себя ведете. Установили 10 приложений, которые бросились в глаза, 10 пытаетесь запустить все подряд, что не запускается, сразу выбрасываете. В конечном итоге, если нужно где-то регистрироваться, тоже ничего не делаете. И в конечном итоге, возможно, вы пользуетесь одним приложением. Так вот, это мы. Нас нужно учитывать. И как нас учитывать? Нужно проводить АБ-тестирование, причем это можно делать до запуска приложения, причем даже до того, как оно было разработано, у вас может быть вообще еще ничего не будет, так и после запуска приложения. Первое, это самое важное. Когда собирается команда, это может быть, допустим, только дизайнер и только клиент. В каком-то идеальном случае у вас есть и дизайнер, клиент и продакт-менеджер, и менеджер проекта, и аналитик, ну, может быть, большая команда, от каждого возьмите по варианту и проводите АБ-тестирование. Как оно делается? Самое-самое простое, это сделать фейковую рекламу на Facebook или в поисковиках, или в ВКонтакте, где угодно, на мобильных устройствах. У вас просто фейковая иконка, фейковое приложение с фейковым описанием, которое куда-то ведет. Она может ввести на Landit, может ввести на фейковый App Store. И в этом все можно делать в фейковом App Store. Если кому интересно, есть такие интересные сервисы, это wantosplit.com, это как раз вот фейковый App Store. Есть сервис для тестирования всего, что касается иконок и с ними связанных вещей, это splitmetrics.com. Вот, просили давать такие примеры, поэтому я упоминаю. Так вот, давайте проголосуем. Это раз, два, три, четыре. Это все от разных людей. Вот, кстати, экране левая – это от клиента, а вот номер три – это от дизайнера. Давайте угадаем, какая из этих иконок выиграла в тестировании. Давайте так, первая. Вторая. Третья. Четвертая. Ну, где-то вот опора бы поделилась. На самом деле угадывать бессмысленно. В этом как бы и суть, что мы когда общаемся с клиентом, мы делаем либо для себя, либо для клиента, мы ограничиваемся собственной эстетикой. Либо эстетикой клиента, даже мы еще и убеждаем, что ты дурак неправильно говоришь, я вообще знаю. Либо наоборот происходит. Но это все бессмысленно, потому что мы не знаем, как пользователь реагирует. Выиграла иконка номер четыре с огромнейшим отрывом. Как, почему это не важно и не нужно знать об этом. То есть главное, что пользователю об этом понравилось. Так вот. Ну, кстати, очень важно, насколько у вас большая выборка. Да, потому что если у вас сто людей, вам ничего не покажут. Там тысяча людей тоже. Ну вот вообще дело-то десять тысяч. Мы пытаемся на литуре десять тысяч тестировать. Вот. И обратно к тому, как иконка выглядит на конкретном устройстве. Так называемый фактор X. Мы, к сожалению, никогда не будем знать, как выглядит наша иконка нашего приложения на экране нашего пользователя. Мы не знаем, на каком экране по счету у него это будет. Мы не знаем, в какую папку он его засунет. В самой папке мы не знаем, какая она будет по последовательности. Сможет ли он вот это вот разнообразие его приложений, которые у него установлены, найти именно наше приложение тогда, когда ему это нужно. Это безумно тяжело, и мы этого никогда не узнаем. Поэтому пытаемся всячески другими способами это каким-то образом предугадать. Вот как раз вот, когда мы прицеливаемся на App Store и на все вот эти вот среды, которые могут создаваться вокруг нашего приложения. У меня на самом деле все. Я уже третий раз рассказываю, поэтому, возможно, даже уложился меньше, чем 15 минут. Да? Сильно меньше? В 11 минут? Отлично. Значит, у меня на самом деле все. Спасибо огромное за внимание. Постараюсь ответить на ваши вопросы, если они будут. Время для вопросов много, коллеги, так что можно их задавать смело. Есть вопросы сзади? Похоже, всех так потрясло, чтобы мы раньше закончили. Вот вопрос прямо здесь. Как вы поняли, что проблема именно в иконках? Ну, когда вы давали себе App Store, вас отвергали, то... Ну, во-первых, не мы это поняли, это статистика, это тететло. Статистика, что вот люди обращают внимание на иконки, потому что это, знаешь, главный причин, почему мы отвергаем иконки. То есть, как бы, тут все понятно. И обычно они еще и пишут. Если иконка не прошла, то они говорят. Иконка. Еще вопросы, коллеги. Вот я вижу первый вариант, и потом да. Сергей Регонев. Хотел бы спросить, как вы учитываете, точнее, отслеживаете ли вы то, как выглядят иконки продуктов, которые будут конкулировать с вашим? И идет ли работа по целенаправленному отстраиванию иконок ваших конкурентов? Я желал услышать отстрелку. То есть, как мы боремся с курентами, с конкурентами, с помощью... Анализируете ли вы... Вот как раз кто-то, я не помню, кто, по-моему, кто-то из RamOcean, если я не ошибаюсь. Вот они как раз говорили. RamOcean, это вообще нефастный ребят, вы наверняка все знают, из Красноярска, Краснодара, Крыма. Не, у них просто есть еще люди и в России, и в Штатах. Вот. Так вот, вот эта картинка, она очень много каталась по интернету и говорят, что лучше всего срабатывают иконки типа вот этой, вот этой, вот этой. Все, что, например, похоже на ее камеру, оно все не срабатывает и сливается. Ну, конечно, кроме Инстаграма, потому что это уже узнаваемая вещь. Ну, вот так вот, естественно, нужно это учитывать, но бороться с конкурентами намного лучше с кивардами, намного более эффективно, но за это можно получить по ушам. Вот вопрос у молодого человека был у колонны. Анташ, а он следующий будет так. Вы меняли иконку когда-нибудь, продукты зарелизили, а потом раз, поменяли на что-нибудь другое? Конечно, это причем очень важно. То есть, АБ-тестирование проводится и до, и после. Причем вот это вот то, что плюс 30 процентов, делали это на одном американском проекте, и это было спустя 6 месяцев после того, как запустился продукт. Может, и стало понятно, что люди не понимают, о чем приложение. Вот, тогда мы меняли и название, и иконку. Причем это, ну, естественно, как АБ-тестирование происходит, сначала иконку, потом название, вот смотрели, что играет. В итоге у нас получилось плюс 30, да, конечно? Да? Причем? У меня вот такой вопрос. На самом деле я не пользовался уже в iTunes, вот этим поиском приложения, если их пользуются, как большинство моих знакомых и так далее, они используют поиск на устройстве. Вывод вам стоит, сейчас иконка там не самая важная. Если поиск используют, то там выводится сразу сама иконка и с наршотом приложения. Если топ, то в топ пробиться достаточно сложно. Какая револентость использования? Очень, да, ну, отличный вопрос. Но иконка все равно же там присутствует. То есть мы сейчас просто говорим про иконки, вот то, что вы упомянули, это архиважно. То есть можно отдельно говорить, насколько важны отзывы, насколько важны емкое описание, название, которое просто четко описывает, что делает приложение, баннеры, какая роль возможности добавления видео. То есть это все влияет адски просто на конверсию. Там видео добавляет что-то плюс 10% к возможности установки. Ну, соответственно, иконки в том числе нужно учитывать. Да. То есть это не только иконки. Да, возможно, еще вопросы. Есть еще вопросы, Павел? Все уже думают про обед. Вот еще вопросы. Этот человек не думает про обед. Смотри, у тебя есть припасение там в схемофизм, в флэт или это вообще не влияет на иконку? Ну, вообще многое зависит от стилистики приложения. То есть если у нас флэтовское приложение довольно странно будет делать что-то такое пазиреалистичное для иконки. Но вообще считается, у них есть определенные тренды. То есть то, что сейчас модно и то, на что пользователи все-таки обращают больше внимания. Вот в последнее время все-таки больше внимания обращают на флэт. Им почему-то кажется, что это более современно и как-то вот, вроде как, приложение должно быть лучше из-за этого. Ну вот, такая статистика. Скиморф работает хуже сейчас. Я видел еще вопрос вот в конце зала. И, Андрюш, на самом деле, сложная задача сказать, какой вопрос был лучше. А мне нужно оценить? Ну, нужно выбрать просто. То есть всегда есть диполтный ответ последний, поэтому... Нет, нет, нет. Давайте пока послушаем вопрос. Обычно лучший вопрос это те, которые заставляют поплатить. Добрый день, Максим, меня зовут. А если мы говорим о мультиплатформном приложении, которое нужно выпускать и на Android, и на iPhone, иконка, наверное, должна быть одна как бы? Нет. Ну, близко, скажем так. А выдача везде выглядит по-разному, на экранах смотрится по-разному. Ну, то есть везде по-разному. Да. Спасибо. Ну, вообще смешивать платформы это довольно плохо, потому что это все разные экосистемы, разные пользователи. Думаю, вообще все разное. И, естественно, ну как, у нас, у приложения есть свои стилистические ориентиры, у него есть свой стиль. И что бы мы ни делали, там, баннеры, листовки, футболки, иконки, всегда мы должны соответствовать определенным стилистическим параметрам. То есть оно должно узнаваться, но одинаковым оно не обязательно должно быть. Ну, это как бы факт. Давайте, наверное, коллеги, на этом остановимся с вопросами. Спасибо большое, Андрюш, еще раз. Вам спасибо, приятного обеда. Пока. Сейчас я покажу картинку, где будет написано в эскакте у нас объект. Спасибо. 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 Спасибо.